Здравствуйте, уважаемые коллеги. На самом деле, это, наверное, одна из любимых тем, на которые я очень люблю общаться с аудиторией, в принципе, об этом говорить. Немного поясню, почему я люблю об этом говорить. Во-первых, потому что, наверное, я блогер с довольно большим стажем. Я веду блоги на разных площадках, начиная с 2019 года. И сейчас суммарная аудитория очень смешанная, как раз состоящая из пациентов, из врачей, онкологов, неонкологов. Но суммарная аудитория больше 50 тысяч человек. И есть два проекта, которые реализованы с моим участием. Это Высшая школа онкологии и проект, который называется МИДАП. Они разные по концепции. Но, по сути, это образовательные проекты для врачей, которые частично существуют в онлайне, частично существуют в оффлайне. И поэтому есть интересный и релевантный опыт, которым будет интересно поделиться. Прежде чем я начну этим делиться, я предлагаю нам всем признать нечто совершенно очевидное. Что образование изменилось, социальные сети изменились и стали неотъемлемой частью нашей жизни. И поэтому мы должны, во-первых, искать новые площадки для образовательных активностей. И должны искать новые форматы для тех же образовательных активностей. Об этом мы с вами дальше, собственно, и поговорим. Поговорим мы об этом в ключе многообразия форматов обучения, которые нам на текущий момент доступны. Что у нас есть? У нас есть предзаписанные видео, у нас есть занятия в режиме реального времени, у нас есть различные чаты, комьюнити, каналы, у нас есть разные площадки для коммуникации, социальные сети и, на самом деле, еще много чего, что не поместится в рамке 20-минутного доклада. Начнем с предзаписанных видео. Как они могут выглядеть и что с ними нужно сделать, чтобы они воспринимались хорошо. Возможно, вы знакомы с результатами этого исследования. Его сложно назвать прям научным исследованием, но это что-то между педагогикой, точнее андрогогикой науки об обучении взрослых, между маркетинговым исследованием и по-настоящему научным исследованием. Это результаты огромных данных, которые были получены на платформе, которая называется Khan Academy, на которой выложено просто безграничное количество бесплатного образовательного материала. И, собственно, этот материал был проанализирован на предмет того, какие видео смотрятся нормально, а какие видео люди пролистывают и не досматривают до конца. То есть, что влияет на досматриваемость видео. По QR-коду вы можете, собственно, перейти и посмотреть первоисточник. Но давайте пробежимся по тому, какие же видео нормально воспринимаются и какие минимальные требования к видеоконтенту мы можем соблюсти для того, чтобы повысить вероятность того, что наш контент в итоге досмотрят до конца. Это перевод выжимки из этой статьи. Давайте коротко поговорим о том, что здесь есть. Ну, во-первых, не секрет, клиповое мышление и так далее, что короткие ролики вовлекают лучше. По данным этого анализа рекомендовано не делать ролики длиной более 6 минут. Представляете, 6 минут. Следующий момент, что не рекомендовано делать скринкасты, то есть когда, например, просто есть какая-то озвучка голосом и просто перелистываются слайды, а человека самого не видно. Доказано, что наличие преподавателя в кадре, хотя бы в виде говорящей головы, настолько, насколько это возможно, увеличивает вовлеченность и увеличивает количество досматриваемых видео. Поэтому рекомендовано сделать так, чтобы преподаватель все-таки был в кадре. Более неформальное общение и более неформальный формат видео тоже воспринимается лучше. Это не значит, что нужно снимать в каких-то совсем кустарных условиях, где плохой звук и так далее. Но видео, которые сделаны в более неформальном ключе, в более неформальной обстановке, также воспринимаются сейчас более адекватно. Есть такой термин, называется баннерная слепота. Мы устали от студийных видео, и поэтому что-то противоположное тренду сейчас воспринимается лучше. Какие еще есть интересные пожелания? Рисование на планшете более эффективно, чем презентация в формате PowerPoint. То есть, если вы поясняете, например, какую-то математическую формулу или рассказываете про какой-то график, то более эффективно его нарисовать, если, конечно, его можно нарисовать, или рисовать, например, поверх уже имеющегося слайда, чем просто перелистывать слайды PowerPoint. Поэтому в целом рекомендовано добавить динамики в туториалы, которые вы делаете, и использовать импровизированную речь, то есть речь не должна быть заучена целиком. Лучше, чтобы была импровизация, и чтобы речь была живая. Запись занятий, я думаю, что все тоже на себе это неоднократно прочувствовали. Запись занятий никто не смотрит. А если смотрит, то не досматривает до конца. Поэтому там прям такая смешная формулировка в первоисточнике, что если преподаватель настаивает на том, чтобы все смотрели запись занятия, там так и написано, то нужно спланировать это занятие так, чтобы оно подходило под онлайн-формат. Дальше тоже такая интуитивно понятная история. Ролики, где преподаватель говорит быстро, с энтузиазмом, они воспринимаются лучше. Ну, капитан очевидность, спасибо. И еще рекомендовано учитывать, что разные учащиеся по-разному взаимодействуют с материалом. Я думаю, что мы все понимаем, кто-то любит смотреть видео, кто-то вообще не любит смотреть видео, потому что скорость не устраивает или еще что-то. Поэтому рекомендовано учесть разные потребности разных учеников и делать, например, возможность повторного просмотра и добавлять какую-то краткую выжимку, которую человек может потом просмотреть и освежить свои воспоминания. Вот это основные рекомендации, которые основаны на просто гигантских данных. Двигаемся дальше. И давайте поговорим о том, как могут проходить занятия в режиме реального времени. И здесь, я думаю, у меня посыл будет перекликаться с посылом Анастасии Сергеевны. Я скажу, что лекция – это самый неэффективный формат обучения. И вы спросите, а какие мои доказательства, что лекция – самый неэффективный формат обучения? Но мы посмотрим, какие есть доказательства. Тут надо сказать, что они весьма скромные, потому что, в принципе, большинство исследований, которые касаются медицинского образования, они не очень хорошего качества, они небольшого размера, они не рандомизированы, контролируемы по большей части, и поэтому, в принципе, качество эвиденса не такое классное, как хотелось бы. Но мы все равно на них посмотрим, потому что это гораздо лучше, чем ничего. Итак, какие онлайн и оффлайн форматы занятий эффективны, какие нет? В целом, эффективны более вовлекающие форматы занятий. Лекция – это пассивный формат потребления информации, это неэффективный формат. И, например, более эффективным является case-based learning, то есть это обучение на кейсах. Я думаю, что мы тоже все помним из университета, из ординатуры, что когда ты изучаешь какую-то информацию на реальном клиническом случае, она воспринимается гораздо лучше. И этот вопрос является относительно неплохо изученным, потому что на эту тему даже есть метаанализ, не очень хорошего качества, но он есть, в котором было показано, что в среднем по больнице изучение какого-то материала на кейсах гораздо лучше, чем, что называется, традиционный формат. По традиционным форматам в таких исследованиях обычно подразумевается лекция. Поэтому лекция здесь не выигрывает у case-based learning. Что еще является эффективным форматом? Эффективным форматом являются журнальные клубы. Они эффективны для того, чтобы освоить навыки критического чтения. Они эффективны для того, чтобы глубже погрузиться в предметную область. И тоже есть некий систематический обзор, тоже не очень хорошего качества, но в целом показано, что это хороший достаточный инструмент. Лучше, опять же, чем традиционные инструменты. И что оптимальным форматом является сочетание какой-то небольшой теоретической вставки в сочетании с непосредственно журнальным клубом, который носит интерактивный формат. То есть журнальный клуб – это не когда с трибуны кто-то вещает и разбирает исследования, указывает на какие-то моменты. Журнальный клуб – это разговор прежде всего, это интерактивный формат, и поэтому он работает лучше. Следующий формат обучения, который тоже на достаточно неплохих данных показал, что он более эффективен, чем с традиционный лекционный формат, это так называемый flipped classroom. Это как раз то, что Анастасия Сергеевна прекрасно развернула, что теория изучается дома, все материалы ты изучаешь дома, на занятии происходит непосредственное практическое взаимодействие. Вы делаете что-то в командах, решаете какой-то клинический случай. Вы делаете какую-то проектную работу в режиме реального времени, но вы готовились к этому заранее, в своем темпе, дома в пижаме, в общем, как угодно. И это тоже более эффективно, чем лекционный формат. Безусловно, это не все форматы, которые существуют, но это, на всяком случае, более продуктивный, чем лекционный формат. Дальше хочется перейти к формату чатов. В принципе, сейчас мы наблюдаем растущий тренд на то, что, в принципе, чат может быть самодостаточной образовательной единицей. В чате может произойти групповая динамика, групповое взаимодействие. В чате можно с коллегами обсудить какие-то клинические ситуации, обсудить какие-то вопросы. И во всех образовательных проектах, к которым я причастна, мы тоже этим активно пользуемся. Чем хороши чаты? Это, по сути, индивидуальная или групповая работа между основными занятиями. И обычно это какое-то письменное задание, которое должны выполнить участники. Допустим, у нас в высшей школе онкологии было так называемое маркерное занятие, где были посттесты, претесты, и были вопросы, на которые резиденты должны были ответить в течение недели. Они должны были серьезно задуматься над этими вопросами, потратить много времени на то, чтобы это все осмыслить. И это было по мотивам исследований, это были навыки тренировки профессиональной коммуникации. Могут быть другие форматы, когда, например, мы изучаем доказательную медицину и предлагаем студентам сформулировать вопросы по ПИКО в чате, и мы корректируем то, как люди сформулировали эти вопросы. Все видят, кто как что сформулировал, учатся на чужих ошибках и на своих тоже. Это гораздо более эффективно. Чем такой формат хорош? Тем, что, во-первых, за счет коммуникации между занятиями не теряется групповая динамика. То есть нет такого ощущения, что вот ты вышел из класса, и все, образование для тебя закончилось. Оно продолжается, продолжается в чате. За счет этого мы получаем лучшее усвоение материала, получаем некий нетворкинг, да, горизонтальные связи между участниками и дополнительную рефлексию, невыпадение из контекста и более хороший образовательный результат. Поэтому чат – это тоже очень классный формат. И за рубежом работа в чате, она может оцениваться, она может входить в какие-нибудь бально-рейтинговые системы и активно применяется, гораздо более активно, чем у нас на текущий момент. Дальше хочется сказать про площадки для коммуникации, которые тоже могут быть компонентом образовательных программ. Но на самом деле системный нетворкинг и team-based learning, вот для именно таких форматов обучения не было больших вменяемых данных о том, что это позитивно влияет на образовательные исходы. Но есть данные о том, что это позитивно влияет на качество жизни учащегося на протяжении обучения, поэтому это тоже может пользоваться спросом. Если вдруг кому из практических соображений интересна техническая реализация, как это может вообще выглядеть? Как может выглядеть стимуляция нетворкинга в каком-то сообществе? Например, есть разные телеграм-боты, которые могут нам в этом помочь. Есть телеграм-бот, который называется Random Coffee, платишь небольшие деньги и бот у тебя в сообществе начинает мэтчить людей парами, тех, которые изъявили желание. И люди встречаются, общаются, расширяют свой круг профессиональных знакомств. Если они объединены какой-то общей идеей, то это вообще совершенно замечательно. Движемся дальше и поговорим немного про социальные сети. Не будем останавливаться на этом суперподробно, потому что об этом тоже сегодня еще будет сказано, но что-то мы с вами скажем. Здесь, безусловно, тоже есть метаанализы разные, которые почему-то анализируют довольно разные исследования, но результат на самом деле у этих метаанализов примерно один. И отвечая на вопрос, есть ли какой-то профит с доказанной эффективностью от того, что мы ведем в соцсети, и где-то действительно было показано, что это позитивно влияет на образовательные исходы. Но, к сожалению, пока это не доказано. Возможно, не так много времени прошло, возможно, нужно совершенствовать методологию, возможно, кто-то просто не задался вопросом. Но пока ни в одном из метаанализов не был описан позитивный эффект с точки зрения образовательных исходов. Разрозненные положительные исследования маленькие есть, но тоже не очень высокого качества. Какие есть нюансы? Добавлю немножечко ложку дегтя в то, что у нас происходит с соцсетями. Безусловно, возможность быть причастными это очень классно. Возможность иметь право голоса и обсуждать с онкологами со всего мира одни и те же волнующие нас темы, это прекрасно, это совершенно замечательно. Но есть, конечно, в этом всем и некие нюансы. Первый нюанс, который, ну, действительно, многих людей, которые занимаются образованием, сильно беспокоит, это, в принципе, появляющийся и развивающийся тренд на более поверхностное обучение. Информации становится больше, статей становится больше, и вот я, как адепт, в принципе, критического чтения, я обычно считаю, что нужно все-таки пытаться читать статьи целиком. Понятно, что невозможно все статьи читать целиком, но дьявол кроется в деталях, и при прочтении первоисточника целиком ты получаешь много полезной информации. Но когда статей становится настолько много, насколько их сейчас, это становится невозможным, и наше образование, наше понимание о том, что происходит, становится более поверхностным. Какая здесь еще есть опасность? Опасность в том, что если у каждого есть голос, если у каждого есть рупор, его рупор – это социальная сеть, то как мы вообще понимаем, кто может обучать, а кто не может обучать? Как мы понимаем, кто дает проверенную релевантную информацию, а кто не может этого сделать? И учитывая, что, в принципе, социальные сети и каналы Телеграм, и разные другие социальные сети читают люди, которые, ну, условно, знают меньше, чем тот, кто об этом говорит, по идее, да, по-хорошему, так должно происходить, то не может ли быть такое, что человек просто вывалил какую-то не совсем проверенную информацию, все к этому рупору прислушались и поменяли свою практику, совершили какие-то действия и в итоге оказались неправы. Кто имеет право обучать? Тот, у кого больше подписчиков или кто? Да, или тот, у кого круче репутация, а репутация тоже на основании чего? Вот такой сложный достаточно вопрос, на который ответа, наверное, нет. Ну и тоже третий пункт, связанный с двумя предыдущими, что, да, у нас стало гораздо меньше барьеров, да, для того, чтобы получить классную информацию, не надо ехать на конференцию, ты можешь сидя дома на диване всю эту информацию получить, но из-за того, что эти барьеры стерты, мы, по сути, получаем менее выверенную, менее отфильтрованную информацию, и я думаю, что мы даже не можем проследить масштабы катастрофы и не можем проследить масштабы того, как какая-то искаженная, не до конца проверенная информация распространяется в среде онкологов, не онкологов, врачей любых специальностей, и мне это видится, на самом деле, большой проблемой, несмотря на то, что я считаю, что социальные сети с медицинской информацией это огромное благо, я тоже подписана на все телеграм-каналы, из всех здесь присутствующих тоже, я тоже это все читаю, но элемент какого-то страдания за всю эту индустрию, он, безусловно, есть. Ну и на закуску, да, вы могли наблюдать в презентации некоторое количество мемов, чтобы вы не подумали, что я сошла с ума, да, я это делаю просто так, на самом деле, мемы и meme-based approach к образованию это тоже такая тема, которая сейчас изучается, и есть много статей с такими довольно забавными заголовками, как выстроить коммуникацию с молодыми студентами с помощью использования мемов, там пишут какие-то профессора, да, из академии, как выстроить коммуникацию со студентами с помощью мемов, в общем, это можно делать, и кое-где даже говорят, что это неплохой способ наладить контакт с аудиторией, немножечко снизить градус формальности, найти общий язык и разбавить какой-то душный, сложный контент. На этом у меня все, большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ